На месте 161-й школы с августа 1941 по сентябрь 1942 года располагалось первое в СССР парашютно-десантное училище. Здесь готовили командные кадры для воздушно-десантных войск. Учебное заведение было создано на базе Куйбышевского военно-пехотного училища. Отсюда выпускники отправлялись на фронт. 20 лет назад в школе открылся музей, который рассказывает о героях Советского Союза. Мы возродили память о тех людях, которые помогли нашей стране победить. Среди этих людей 14 героев Советского Союза, выпускников Куйбышевского военно-пехотного училища. В фондах музея насчитывается свыше 600 экспонатов. Часть из них – книги памяти, ордена, медали, фотографии героев Советского Союза, личные вещи участников Великой Отечественной войны. Например, подлинная шинель ветерана, полковника Ивана Игнатьевича Анучина. Один из важнейших экспонатов, который хранится у нас в музее Взрождения – это бюст Егору Илье Егоровичу. Этот бюст был передан матерью этого выдающегося человека, которому предсвоено звание Героя Советского Союза. Этот человек является выпускником Куйбышевского военно-пехотного училища номер один. Активное участие в жизни музея принимают школьники. Мне нравится наш музей, потому что он учит патриотизму, нас учит правильному воспитанию, тем самым показывает то же самое, кем были наши предки, нас учит не забывать их. В музее работает почти 20 экскурсоводов. Здесь проводятся уроки мужества и истории. За активное участие в военно-патриотических мероприятиях города и области музей боевой славы не раз был награжден грамотами и дипломами. Мэри Елчан, Григорий Плешаков, События.